Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков 3 сезон, где мы говорим об истории британских островов. Мы посмотрели на Англию, о Элис Шотландию и в этой завершающей части цикла говорим об Ирландии. И моим источником является книга Элис из Топфорд Грин, в основном об истории ирландского государства до 2016 года. Я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Patreon.com, KASI, I-A-L, K-H-O-K-H-L-O-V. И я подзылаю тех из вас, кто хочет и может поддержать мой проект, подписываться на эту страничку, присоединяться к моему сообществу на сайте патрон а также подписываться на мой канал на youtube который можно найти по моему имени в прошлых выпусках мы поговорили о исторических событиях легендарного периода и исторического периода происходили на территории острова ирландия и упоминали о том какая там была необычная довольно специфическая структура общества вот собственно по структуре общества общественных отношениях мы поговорим в этот раз когда я говорил о пяти там или семи королевства существовавших в ирландии в тот или иной период в первом тысячелетии нашей эры было бы неверно понимать их в том же смысле как и королевства классического средневекового периода ирландское общество было устроено совершенно по-другому в некоторой степени может быть нам бы помогла аналогия с древней русию на самом раннем этапе ее существования тоже вот конца первого тысячелетия и ну вот с некоторой такой натяжкой можно сказать что короли в ирландии играли примерно ту же роль что князья в древней руси еще до ее централизации то есть племенные князья там кривлян полян сибирян и других племен да это племенные союзы а там же были отдельные племена вот именно князья отдельных племен которые правили ну скажем так небольшой общиной небольшой местной общиной тоже примерно мы видим в ирландии некоторый такой синтез из таких рода племенных структур как завоевателей кельтов так и до кельтских обитателей острова вот базовой структурной единицей ирландских королевств была туата во главе которой стоял король причем это не только территориально а скорее это родоплеменное образование она определялась численностью вооруженных мужчин которая могла выставить туата это порядка трех тысяч значит в тех районах ирландии где завоеватели кельты были сильны они образовали настоящие независимые такие королевства называемые союртуата а вторым типом были фортуаты во главе которых стояли прежние докельтские владыки которые сохранили власть над туатой но были подчинены некоторому королю из кельтов ну а третьим типом были айлэхтуаты в котором докельтские жители жили по старому и это были области в которых власть кельтов фактически не существовала в принципе вот число таких туат было от 100 до 150 в разные периоды по разному но по размеру каждое такое мини королевство соответствовало владению где-то барона в высоком средневековье значит во главе туата стоял король который назывался ри и разумеется были более крупные то есть когда мы говорим о пяти семи таких региональных королевствах типа коннахт мунстер лайнстер и так далее это самые крупные объединения были еще промежуточные то есть между рим королем туаты и вот этим королем такого региона была еще одна ступень короля второго ранга можно сказать но мы об этом еще поговорим в принципе это не стоит путаться да вот в этих терминах то есть мы сейчас говорим о самой мелкой единице туати во главе нее тоже стоял король но это совсем не такой король как короли крупных регионов о которых мы говорили в прошлых выпусках значит король который стоял во главе туаты то есть ри не был абсолютным правителем его избирала собрание свободных людей или же фени и они в общем то могли избрать другого короля функциями короля было председательство собрание вершить правосудие вести войск оплату в бой по обычаю королем мог быть избран фене королевского происхождения но вероятно здесь как раз играла роль требования иметь в дарвине то есть вот такой семье которая по мужской линии имела четыре поколения ну то есть там прадед дед отец сын вот иметь хотя бы одного короля для того чтобы потомок мог претендовать на вот этот титул то есть вот это вот слово ри которым мы сейчас обозначаем короля туаты значит вот выше этого короля туаты был вот это вот такой король второго ранга сколько их было мне сложно сказать но например в мунстере есть сведения что их было около 17 с другой стороны грин говорит что их во всей ирландии было порядка 20 но тут какое-то расхождение наверное все таки было больше 20 во всей ирландии но в каждом регионе наверное их было порядка десятка может быть в мунстере больше значит ну и наконец на вот еще выше ступени стояли вот такие короли самого высокого ранга вот это их было 5 или 7 от 5 до 7 но в разное время сколько на сколько королевство делилась ирландия значит ну и наконец был верховный король в таре которого называли арт 3 то есть король всей земли однако это не было такой иерархии подчиненности не было вертикали власти то есть ри не были подчинены ру и ри а те не были подчинены арт 3 и так далее это более сложный конгломерат и описывая его элистопфорд грин употребляет слово конфедерация это наверное более точное определение вот такого соотношения различных туат как в пределах региона так и в рамках всего острова и поскольку ирландское государство не было соединенного воедино общей вот такой вертикалью на власти возникает вопрос ну была ли ирландия единой страной или это был конгломерат мелких образований но на самом деле грин склоняется к первому ответу что это была единая страна хоть такого конфедеративного уклада и в качестве связующего элемента которая объединяла ирландскую нацию вместо вертикали власти она называет единую общественную правовую структуру которая объединяла все платы как старые так и новые племена общественная структура ирландии 5 11 веков была сословной и иерархической каждый человек имел свой сословный ранг или статус и новые племена которые завоевали ирландию дали своим членам статус свободных владельцев земли фениев которых в древнем законе еще называли немит вот позднее слово фени оно обозначало скорее вот аристократию только этих племен но а вот старые покоренные племена они были ниже по рангу их не называли немит вот к этому низшему сословию относились ботайк сэнхлейти и фуидир мы не знаем точно но скорее всего ботайк включали в себя тех членов старых племен которые сохранили право поселения на новых на своих прошу прощения исконных землях и могли быть наемными работниками сэнхлейти скорее всего были беженцами которых согнали с их исконной земли и они нанимались в службу в других платах также могли получать там право аренды земли а фуидир были кем-то вроде крепостных то есть они не могли покинуть общину без согласия ее главы но лично это все были свободные люди ниже их по статусу были собственно рабы то есть лично несвободные люди их называли мук это раб мужчина или кумал это рабыня женщина но между сословиями не было железного занавеса ирландская поговорка гласит человек лучше чем его происхождение шесть способностей или талантов могли продвигать человека по этой иерархии давать ему путь в более высокие сословия это способности правителя жреца поэта музыканта ремесленника или врача например умелый ремесленник мог вполне подняться в ранг статус невид более того само слово соэр которое употребляется в значении независимый свободный оно также имеет другое значение ремесленник так умелый плотник который мог построить дом корабль или мельницу мог получить тот же статус что аристократическое сословие флата из музыкантов можно было подняться до таких высот но только если вы играли марки арфа такой инструмент вот ирландии традиционный еще более интересно владелец крупной таверны стоящий на перекрестке главных дорог и имевший 200 слуг по статусу был равен руи ри то есть королю региона а вот просто брюгу владелец большой таверны имевший сто слуг по статусу был равен ри то есть королю туату подобно королю то есть ри были выборными главные в своей сфере люди и их называли оллам ну например оллам поэтов оллам ремесленников оллам врачей теперь перейдем к сословиям которые составляли немит для каждого человека в этих сословиях была так называемая цена чести или цена крови на гельском языке она звучит как лог нэх она определяла сумму денег которые нужно было уплатить для урегулирования инцидентов в случае если честь или права человека были нарушены цена чести определялась происхождение богатством и достоинством человека за преступления и проступки можно было лишиться цены чести и это вело к снижению социального статуса человека цена чести играла важную роль в судебных процессах потому что слово людей взвешивали зависимости от этого параметра и также в контрактах человек не мог заключить сделку цена которой превышала цену его чести в немит выделяли два уровня сословий простые свободные люди и аристократы низшим сословий простых людей были окайры их цена чести составляла эквивалент 9 коров или же 3 сета они арендовали быка 7 коров 7 свиней орвец лошадь имели дом площадью 19 футов то есть это вот такие свободные ориентаторы со своим хозяйством выше них были бо айры их цена чести 4 сета у них был дом большего размера стадо есть десятка коров свиней и так далее то есть видите сет это некоторая такая единица стоимости это не было денежной единицей то есть грубо говоря это не было монетой но это был эквивалентом стоимости и сет равнялся цене трех молодых коров в возрасте один год ну а также цена такой коровы равнялась 36 мешкам зерна ну это вот такие очень приблизительные данные потому что с другой стороны грин пишет что в серебряных монетах цена такой коровы была 24 скрипалова вот скрипал это монета в интернете приводят сведения другие из вот сэнку смор и из book of iq и в них цена молодых коровы в пересчете составляет 72 скрипалов ну я тут затрудняюсь сказать кто приводит более точные сведения но на самом деле это для нас не так важно структура буаэра вероятно она была более сложной или она со временем усложнялась потому что грин пишет что были некоторые превосходные буаэры с ценой 6 и 5 сетов площадь их фермы было 427 акров дом 27 футов у них было 12 коров у них была доля в мельнице были еще родовые буаэры еще выше по рангу у них площадь фермы 720 акров 20 коров 2 вк 6 валов и так далее у богатых буаэры могли быть клиенты то есть арендаторы которые давали часть их земли или скорее даже не земли а домашних животных и утвари и вот эти вот арендаторы назывались хели вот клиенты из низших сословий звались доэр хели это такие зависимые клиенты были еще свободные клиенты то есть люди у которых была своя цена чести и вот этих клиентов называли суэр хели значит высший уровень буаэра называли фэр фут лай это значило уходящие люди почему они как бы уходили уже в аристократическое сословие они могли перейти туда когда накапливали достаточное количество суэр хели то есть свободных клиентов а также имущество вот имущество должно было быть как минимум в два раза выше чем имущество необходимого для низшего аристократического ранга и вот цена чести фэр фут лай была 8 сетов теперь перейдем к сословию аристократии его входили несколько уровней благородных людей которых одним словом называли айрэ и короли ну собственно которых называли ри грин пишет что на границе айрэ и буаэрэ со стороны аристократов то есть в сословии айрэ были так называемые айрэ койс ринг или же ограниченные аристократы их цена чести было 9 сетов а основными уровнями аристократии ну вот изначально в шестом веке были айрэ дэса и айрэ туисэ и общим требованием всего сословия было то что у аристократа должны быть соэр хэли то есть клиенты которые имели собственную цену чести так вот айр дэса которые были нижним уровнем полноправной аристократии них была цена чести 10 сетов из них 5 сетов личная цена чести и 5 сетов за пять соэр хэли их дом был 27 футов в нем должно быть не менее 8 кроватей в том числе для воспитанника потому что для аристократии обычным делом было отдавать одного из сыновей на воспитание другую благородную семью айрэ дэса могли приводить на собрание туаты свиту в количестве 7 человек айрэ туисэ были довольно высоким уровнем аристократии это был лидер какого-то клана имел честь цену чести 20 сетов него должно было быть не менее 27 клиентов из них 12 соэр хэли дом должен был быть минимум 29 футов на собрание туаты он мог привезти свиту из 8 человек в седьмом веке между айрэ дэса и айрэ туисэ добавились промежуточные уровни айрэ эхта и айрэ арнд айрэ эхта возможно не был самостоятельным уровнем может это был только титул определенного должностного лица вроде там шерифа который следил за правопорядком в туате а вот айрэ арнд это значит истинный аристократ и действительно это был собственный такой сословный уровень он был выше чем айрэ дэса цена чести равнялась 15 сетов у них должно было быть 20 клиентов из них 10 соэр хэли свита айрэ арнд на собрании туаты могла состоять из 7 человек выше всех упомянутых уровней стоял айрэ форгайл но такой уровень выше аристократии грин пишет про цену чести в 15 кумалов но исходя из логики она должна быть не менее 25 сетов соотношение между сетом и кумалом я не готов вам сказать поскольку у айрэ форгайл было минимум 20 соэр хэли из общего числа клиентов 20 соответственно 20 соэр хэли давали 20 сетов к цене чести плюс 5 собственно минимум 25 а на собрание туаты айрэ форгайл могли привести 9 человек свиты возможно в восьмом веке этот уровень разделился на три под уровня по крайней мере мы знаем что был такой уровень который назывался тонайше ри что значит второй после короля или преемник короля туаты этот человек должен был иметь как минимум на 5 соэр хэли больше чем просто айрэ форгайл и мог привести свиту в 10 человек цена чести была 30 сетов ну логично если на 5 сетов и цена чести выше значит теперь перейдем к королям король платы которого называли ри имел цену чести в 7 кумалов мог привести на собрание свиту в 12 человек значит дальше были еще уровни королей выше ри например король над войском нескольких туат который имел цену чести 8 кумалов мог привести свиту в 24 человека и король над королями имел цену чести 14 кумалов а в свите было 30 человек а за пределами туаты или за пределами региона не знаю ну за пределами какой-то области войско которое вел король составляло 700 человек вот тут мы встретили цену чести измеряемую в кумалах раньше мы говорили о сетах что такое кумал кумал это слово вообще-то оно обозначало рабыню мы это уже встречали раньше но также оно еще было некоторой единицей стоимости какое было соотношение с сетом не очень понятно возможно что 1 кумал равнялся 3 сетом но хотя тогда получается что цена чести короля да там 7 кумалов 21 сет вроде как невелика у некоторых айра было выше возможно цены чести взяты в разные периоды времени эти и поэтому их нельзя сопоставлять или там в разных источниках возможно соотношение кумала и сета было другим может быть он тоже менялась в разное время поэтому тут проводить какие-то параллели я не могу я сотрудник сказать какое вот реально соотношение с сетой кумала было и что можно сказать значит мы много сказали уже о цене чести это основная характеристика ирландского общества но не следует считать что цена чести равнялась сумме которую виновный должен был уплатить пострадавшему нет это только часть потому что были принятия смах это вид штрафа за совершенное правонарушение правонарушение айтгин это компенсация материального ущерба а цена чести это была вроде как компенсация морального ущерба хотя ее также платили за телесный ущерб ну и была зависимость от тяжести правонарушения то есть могла уплачиваться полная цена чести половина треть четверть седьмая часть ну например если один человек ранил другого то смахт уплачивался за само правонарушение фиксированный штраф вне зависимости от социального статуса человека айтгин по всей видимости равнялся сумме затрат на лечение то есть как бы компенсация за материальный ущерб компенсация затрат на лечение а вот цена чести она еще сверх того уплачивалась и зависела от социального статуса потерпевшего с другой стороны это цена чести также определяла кредитный лимит человека член семьи не мог занять больше чем эта сумма поскольку считалось что его имущество примерно соответствовало цене чести большую сумму он занять мог но только с согласия семьи вот слово семья по-гельски вина и вот от этого корня происходит и дервина что значит настоящая семья вот вина значит группа людей одного рода видимо это более широкое понятие чем дервина но это вот такая как бы род скорее не семья в нашем смысле и вот цена чести могла уменьшиться или даже утратиться если человек продавал свою землю плыгал под присягой или не мог образом совершал бесчестный поступок частичная утрата цены чести вела к тому что человек переходил в более низкое сословие а восстановление социального статуса было возможно если человек восстанавливал свое благосостояние для аристократического сословия восстановления статуса конечно же было связано с необходимостью иметь определенное количество свободных клиентов какие были суды в ранней средневековой Ирландии первым типом судов был суд вины то есть семьи ну скорее рода в вину входили люди связанные кровными узами в третьем четвертом пятом или даже шестом поколении а также принятую в эту большую семью люди смысл вины состоял в том что люди владели люди вот этой семьи люди этого рода владели совместно землей вокруг своего места жительства изначально в Ирландии не существовало полной частной собственности на землю вне вины то есть для внешнего лица собственником земли была вина был род внутри вины право собственности на землю существовало каждый мужчина имел четко выделенный надел и это право переходило от отца к сыновьям в равных частях когда вина по мужской линии пресекалась земля переходила королю который должен был перераспределить ее дэр вина как часть вины была некоторым корпоративным органом который нес солидарную ответственность перед туатой за поддержание публичной собственности мостов дорог охрану своей земли от пиратов волков и так далее вина в целом несла определенную солидарную ответственность за своих членов она должна была поддерживать своих стариков внутри вины в первую очередь проводилось усыновление осиротевших детей и логичным следствием этого было то что земля вины не могла отчуждаться ее членами вне вот этого рода вот суд вины это своего рода семейный суд который разбирал вот тела внутри этой большой семьи внутри этого вот рода вторым типом судов был суд Хелли ну вот слово Хелли мы уже встречали это клиент ну как бы клиент или арендатор богатого человека несмотря на то что Гвин прямо пишет что это не то же самое что клиенты в древнем Риме или крепостные крестьяне в средние века я все-таки не могу не провести параллели между этими понятиями Хелли получали от своего патрона имущество да пусть это был скот в основном и утварь а не земля но это было имущество арендное замены не должны были платить либо в денежной форме либо трудом либо иными услугами как мы уже говорили ранее клиенты подделялись на доер Хелли которые не имели своей цены чести и они были ближе к крепостным и соер Хелли которые имели свою цену чести и она учитывалась в цене чести их патронов в отличие от вассалов в феодальной системе Хелли в основном получали скотами землю ну и как часть семьи они были частью вины они скорее всего имели свою землю свою долю в земле и в результате они не были так сильно привязаны к патронам и вот обязанности Хелли обычно не передавались по наследству суд Хелли прежде всего означал не столько суд в нашем понимании но скорее это был двор или собрание которое оказывало своему патрону помощь делом, советом получало от него указания, решения дело в том что такие вот богатые люди подобно Декуриона в поздней Римской империи несли на себе тяжесть общественных повинностей и предполагалось что они будут выполнять их не сами а привлекая своих клиентов сам по себе суд в нашем понимании там вершил патрон над доер Хелли над людьми независимыми от него и не имеющими своей цены чести они должны были подчиняться решению патрона если же спор возникал между патроном и Суэр Хелли то как люди имевшие собственную цену чести Суэр Хелли могли обращаться к суду короля или же к суду Туаты вот суд Туаты был третьим и высшим типом судов опять же слово суд здесь скорее имеет смысл ассамблей собрания, которое совершило дела, принимало решения в том числе по спорам своих членов члены Туаты по спорам, которые не могли разрешиться внутри вины или внутри отношения патрон Хелли могли обращаться в такой ассамблей обычно там председательствовал король Туаты он же и вершил суд хотя Ирландия была разбита на очень большое число вот таких Туат но все же правовые принципы были общими суд вершился более-менее единообразно работа были профессиональные юристы они принимали в этом участие они назывались Брехон они сводили и фиксировали правовые обычаи которые способствовали формированию единого корпуса законов и первым из таких текстов правовых написанных в 7-8 веках был Сенкас Мар по сути это компиляция существующих в Ирландии правовых обычаев в отличие от Англии, о которой мы говорили ранее в этом цикле закон в Ирландии не был постулирован каким-то королем а он сводился воедино Брехонами на основании дедовских обычаев мы видели как в 7-8 веках усложнялась социальная структура ирландского общества появлялись новые уровни сословной структуры и соответственно дополнялся корпус закона по мере того как Ирландия христианизировалась в этот корпус сводились нормы церковного и канонического права Брехонов, профессиональных юристов но при этом это не были судья это именно вот такие юристы их называли юристами трех языков с одной стороны правовых обычаев предков с другой стороны литературы и с третьей церковных канонов правовая традиция была очень тесно связана с литературой в Ирландии на самом деле потому что письменные свидетельства применялись лишь в канонических делах во всех остальных доминировала устная традиция и нередко Брехоны писали целые поэмы для своих выступлений в судах в Мюнстере существовала даже такая поэтика правовая школа которая по названию наиболее известных текстов называли Немет или Бретта Неттер вот в общем то все что я хотел сказать о социальной правовой структуре Ирландии в Средневековье Оставайтесь на этом канале Подписывайтесь на мою страничку на сайте Patreon patreon.com касая V-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V Подписывайтесь на мой канал в YouTube В следующий раз будет заключительная часть третьего сезона Поговорим об Ирландской церкви и подведем итог к этому сезону Еще раз благодарю вас за внимание и до новых встреч До свидания